Здарова, дорогие! С вами Макс Андерхилл. На носу большой патч 38, но рассмотрим мы его в несколько заходов. В этом ролике мы разберем только классовые изменения. Ралу спасибо за перевод, он, к сожалению, не смог принять участие в озвучке. Наливайте чайку и поехали! Общие изменения. Увеличена дальность всех способностей ближнего боя с 5 до 7 метров. Баф усиления понерфили. Теперь он дает 70% бонуса к урону с тяжелых атак, вместо прошлых 80. ЗОСы обосновали это тем, что в рамках заселия хэвиатачных билдов понизился процент играющих на лайт-атаках. А само нововведение должно повысить мотивацию играть на традиционных легких атаках. Сейчас такая забавная ситуация, что средний игрок на лайт-атаках в реальном контенте с краплением динамичного боя будет выдавать идентичный ДПС, что и хэвиатачник. А иногда даже меньше, чем тот же хэшник. Это нововведение суть работы хэвиатак билдов не поменяет. Их не ради урона берут, а ради выживаемости, среднего урона и бесконечного састейна. А также урона по площади. РЫЦАРЬ ДРАКОН Ветка Драконья Мощь Способность Пылающей Когти изменили немного логику работы. Как именно она теперь будет работать, сейчас вы видите на своих экранах. Ветка Драконья Мощь Пассивка Старейший Дракон забрали процентный хп-реген. Ранее эта пассивка увеличивала хп-реген на 5% за каждую выбранную способность из этой ветки. Теперь вместо 5% хп будет даваться фиксированная регенерация в 259 единиц за выбранную способность. НЕКРОМАНТ После череды ощутимых нерфов Некрам дали немного подышать, а выражается это в следующем. Ветка Могильного Владыки Способность Пылающий Череп Теперь на третье применение наносит на 50% больше урона вместо 20% как было ранее. Это все еще не компенсирует прошлых нерфов. И тут уместно упомянуть про теорию заговора, что сильный нерф Некра пришелся аккурат под вод Арканиста. Вот такие у нас ЗОСы пожилые капиталисты. Как говорится, хочешь продать новый класс за нерфи старой. Клинок Ночи Ветка Ликвидации Ульта Длительность дебафа увеличена до 8 секунд с 6. ЗОСы аргументируют это тем, что у НБшек было недостаточно урона в соло таргет. В тех же данжиках Блэйды порядочно так уступали тем же сломанным Пларчикам. Гайд на которого, кстати, уже есть на канале. Подсказка сверху. Изменили или починили логику накидывания бафов. И теперь они стали, дескать, более последовательными. Способность Призы в тени Исправили баг, что иногда это способность и ее морфы считались за обилку дальнего боя. Способность Скрытый клинок Баф к наносимому урону теперь дается на 10 секунд, а не на 5. Также теперь она будет входить в синергию с дорожкой Блэйды еще лучше. Теперь, чтобы затриггерить баф, как мы поняли, нужно только встать в дорожку. А затем можно ее покинуть, не находясь в ней 100% времени, как это было раньше. А баф все это время будет висеть аж на целых 10 секунд. Это на самом деле очень показательный баф. Такое нововведение показывает, что Зосы действительно играют в свою игру и тестят свои сборки в реальном контенте. Потому что проблема с Консилт Вэпоном действительно была, что здорово сказывалось на восприятии этого класса. Неудобно было банально находиться в этой дорожке на протяжении всего боя для получения этого бафа. Тем более, если бой требует от игрока передвижения, выполнения механик и прочих активных действий. Тут хочется Зосов похвалить. Такого Блэйдам действительно не хватало. Чародеи Ветка Темной Магии Способность Темная Сделка теперь дополнительно дает баф Малая Ярость на 20 секунд. Аморф этой способности Темный Союз дает баф Малая Ярость и баф Малая Сила также на 10 секунд. Очередное подтверждение, что Зосы действительно двигаются в данный момент в правильном направлении и знают, что не хватает класса. В рамках ограниченных слотов Сорки это нововведение придется очень кстати, так как закрывает сразу опцию по отхилу, састейну, а уже и теперь, в том числе урона. Ульта Нейтрализация Магии Исправили баги, что этот скилл и его морфы не развеивались другой отменой магии другими чародеями. Слишком много слов других. Че-то на паупэшен, короче. Ветка Призыва Дайдра Ульта Призыв Грозового Атронаха Синергии с Вованом дают баф теперь Великая Ярость на 10 секунд, вместо 8, как было ранее. Способность Призыв Нестабильного Слуги В морфе Призыв Взрывного Слуги Теперь этот морф будет оглушать не каждые 4 тика, а каждый второй. И дополнительно, шанс наложения статусного эффекта Перегрузка увеличен с 1% до 5%. Весьма порядочно и вкусно. Хромовник Ветка Копьё Эдра Способность Прицельный Рывок и Ее Морфы Теперь дает баф Великая Защита на 4 секунды. В морфе Взрывной Рывок Длительность Великой Защиты увеличена аж до 10 секунд. Ветка Ярость Рассвета Способность Солнечная Вспышка и Ее Морфы Теперь будут создавать Солнечные Сферы после каста на 5 секунд, которые увеличивают наносимый урон классовыми способностями Хромовника на 5%. В морфе Солнечный Обстрел, он же Солар Бараш, длительность Солнечных Сфер увеличена с 5 до 20 секунд. Это нововведение тоже полезное, мне как мейнеру Плара известны проблемы этого класса, и одна из них сам Солар Бараш, он же Солнечная Вспышка. В контексте нанесения урона был очень нишевым решением, и были опции банально получше. Теперь же они вновь вели эту способность на постоянную основу, как и было раньше. Ветка Исцеляющий Свет Пассивка Ткач Света Исправлен баг, что исцеляемому союзнику не давались иногда очки ульты. Способность Средоточия Рун и Ее Морфы Руна исцеляет вас теперь на 2% от вашего максимального запаса здоровья раз в секунду. Ранее было 4,5%. И если вы находитесь внутри руны, то эффект исцеления увеличивается на 200%. И исправили баги с этими рунами. Главная как раз проблема в динамичных боях, это привязка этой руны к месту, что создавало определенные неудобства в динамичных боях. Вместе с этим нововведением эта проблема решается и дает Плару более комфортный геймплей. Сам не могу поверить, дорогие, но похвалю Зосов еще раз за верное решение в балансе. Хранитель Ветка Звериные Помощники Способность Выжигания Ее Морфы Исправлен баг, что она иногда не задевала крупных противников, хотя в хитбокс попадала. Ветка Объятия Зимы Способность Ледяной Ветера В Морфе Ледяной Порыв Оглушение от этой способности срабатывает теперь не сразу, а только спустя 2 секунды после активации навыка. Очень удивлен, что Зосы ничего не сделали с Варденом, так как сейчас он находится не в самых лучших кондициях. Два наших товарища с канала, как раз таки мейнеры Вардена, и ничего лестного о нем мы не слышали с момента патча 35. В рамках следующих итераций ПТСа я думаю, что Вардену тоже нужен баф, а то так получается, что по большому счету, очевидно сломанный класс 4 пипл тот же пларчик, его бафует и бафует, а Вардена, у которого результаты более скромные, оставляют на прежнем уровне. Ждем, в общем, бафа Варденов, чтобы и у небольшого процента игроков, кто мой неданный класс, был праздник и на их улице. А вас благодарим за просмотр. Вашими мыслями о том, какие нововведения стоит вести в рамках крупного патча Некром, можете поделиться в комментариях. Будьте здоровы!